Такая вещь, это начало 70-х. Представьте себе, здесь кресло стоит, пепельница, наполненная кортами, сидит отец и нервничает. Иногда вскрикивает, но очень тихо и, наверное, внутренне, потому что так он и не кричал. Поэт обожал футбол и был страстным болельщиком. В подарок мемориальному музею его дочь Екатерина преподнесла тот самый телевизор, который смотрел отец. Говорит, долгое время он пролежал на чердаке. Теперь в музее есть также детские грамоты поэта, его переписка с издательствами и личная сумка. На фестиваль в Косиху приехали также известные музыканты Александр Розенбаум и Лариса Долина, которая отметила, что стихи поэта просто идеально гармонировали с музыкой. И это дано не каждому. Это редкий дар, потому что есть такие случаи, когда музыка отдельно, стихи отдельно. К сожалению, такое бывает. У Роберта Ивановича было все очень слаженно. Он дружил с композиторами, для которых писал стихи. И все его песни народ любит, знает. Это золотой комп. Для гостей организовали экскурсию по мемориальному музею. Правнучка Полина с удовольствием фотографировалась с экспонатами. А поклонники поэта облюбовали его памятник, созданный известным скульптором. Мы с вами только что были возле прекрасного памятника Роберта Ивановича. Я думаю, что создание Зураба Царители, есть его произведение искусства не во всех городах, а здесь, в Косихе, в одном селе, есть такой памятник. Губернатор поздравил всех с юбилеем Роберта Рождественского и рассказал, что победителем конкурса премии нашего земляка стал нынче поэт из Крыма Андрей Дмитриев. К сожалению, приехать на торжества он не смог, но награду ему обязательно вручат. А потом все пришли в яр любви, место, которое дочь поэта считает лучшим в мире видом. Таких 100-метровых берез поделилась Екатерина, она не видела нигде в мире. Татьяна Голубева, День с толком.